Небольшой анонсик для моего канала, поскольку не все подписаны, понятно, на йофе. В общем, так вот, для тех, кто подписан, разумеется, этот ролик уже видел, чей он опубликован еще в феврале, то есть, посвященном переносу реального трафика в симулятор, здесь все прекрасно описано, с точки зрения программы, как их поставить, с точки зрения того, что я просто добавлю несколько, некоторые вещи к тому, что сказано автором в его ролике. Ну, в данном случае у меня уже понятно стоит весь трафик, который описан там. В данном случае аэропорт Шереметьево у нас, 24-й левая в работе на посадку, соответственно, 24-й правая в работе на взлет. Ну, в общем-то, трафик выдает вполне себе нормальные показатели. Вот сейчас просто у меня включена камера на запись, поэтому достаточно FPS сильно просел, чтобы я мог показывать все остальные окна. Так вообще, в принципе, 50-60 FPS у меня вполне себе выдается. Единственные нюансы, ну, во-первых, что хотелось добавить к существующему ролику, то есть там все, в общем-то, хорошо описано. Единственное, я бы лично сказал еще о том, что данный трафик подходит, может базироваться на любом начальном трафике. То есть небольшой апдейт я бы сделал вот в это место описания от Яфи, то есть где он рассказывает, как добавить Иваусский трафик. Ну, в моем случае трафик у меня не от Ивала. У меня трафик стоит в препаре, который называется MyTraffic. И в данном случае достаточно в той же секции указать путь к самолетам данного трафика, то есть чтобы PSX, то есть когда будете использовать VRM-дженератор, который, Generator, который описан, соответственно, понятно, в ролике базовом, можно указывать вообще фактически любой трафик, хоть там Иваусский трафик, хоть MyTraffic, хоть Ultimate Traffic, который тоже работает с препаром, ему все равно. Лишь бы был вот такой каталог с самолетами, в котором находятся трафиковые самолеты и их текстуры, и, соответственно, он вам сгенерит файл ливреев точно так же. И вторая вещь, которая там на заднем плане присутствует в исходном ролике, но как бы явно не указано, что вот это Live.ATC, это то, что, собственно говоря, сейчас у меня тоже было в начале ролика запущено, и сейчас я просто погасил, чтобы не мешал разговаривать. Это именно там запускается для того, чтобы на этом сайте, чтобы слышать реальный переговор у бортов, естественно. То есть, ну, в данном случае, единственное понятное этому трафику свойственно вот такого рода глюки. Смысл глюков обусловлен тем, что он позиционирует самолеты, когда камера не смотрит на происходящее в некой точке, а потом, если этот самолет меняет свои координаты каким бы то ни был образом, достаточно неплавным, он либо его пропускает прямо сквозь стенки, либо, соответственно, вообще убирает из поля зрения, если откровенные ошибки получаются в расчете местоположения самолетов. То есть, в общем-то, в моем случае, ну, как сказать, вот эта вот штука, конечно, интересно посмотреть на нее. Это вот оплатная его часть, реал трафика. Весь вопрос в том, что она, ну, в моем понимании, пока 10 долларов в месяц не стоит. Хотя, как бы для некоторых людей это, понятно, копейки, но тем не менее. Потому что еще, так скажем, глюков и баков целой кучи. Хотя, посмотреть за работой реального аэропорта вполне себе реально. То есть, вот у нас вот тоже такие же вещи случаются запросто. То есть, кто-то у нас по кустам ездит. Хотя, на самом деле, это вопрос, скорее всего, именно к ошибкам позиционирования самолетов, поскольку, либо к ошибке отрисовки сценарием вот это вот, соответственно, у нас вот этой рулежки. Потому что часть рулежек, вот мы видим, совершенно правильно отрисовывается, показывает. Сейчас вот этот вот у нас будет явно взлетать, следующий ползет за ним следом. То есть, в общем-то, можно понаблюдать, послушать переговоры. Действительно, трафик реальный. Действительно, те, кто заходит, я вчера вечером ради интереса смотрел. То есть, вполне себе, шереметьев в ночном варианте показывает себе нормальную вещь. То есть, можно посмотреть реально, откуда кто взлетает, куда, где садится, поскольку координаты полосы правильные. Вот, кстати говоря, вот о том, что сценарий правильный, говорит то, что вот данный борт у нас явно ползет по рулежке. Ну, правда, опять-таки, не по ее явно центру, хотя хреново знает, где он там по жизни ползает. Ну, вот. Этот борт у нас уже взлетел. Вообще, взлетел как Уфо. Ну, не знаю, с такого расстояния разогнаться и как бы полететь. А, нет, он вообще разгоняться пошел. То есть, вот такие вот баги, в общем-то, они здесь вполне себе присутствуют. То есть, вот часть может самолетов отрисовываться абсолютно четко и верно. Позиционироваться, имеется в виду. Вот сейчас взлетит там где-то явно. Самого края фактически с торца. Полетел. Следующий стоит на ожидании. Сейчас ему дадут. Так, кто-то попрощался, предыдущий борт. Еще. Можно, в общем-то, послушать, когда разрешение дадут этому на взлет. Еще один на рулежке. Ну да, вот сдвижка, я, она присутствует небольшая. РАФО 2462, ЛАФРАНВИ 248, ФРОНТ, СЕВИ 1ФОР. РАФОР 1ФОР, СЕВИ 1ФОР. РАФОР, СЕВИ 1ФОР. РАФОР 019, Кантаграунд, 121, СЕВИ 1ФОР. РАФОР 019, Благодарим, ВОИ. ЗАРОВА. СЕВИ 2ФОР. РАФОР, СЕВИ 2ФОР. СЕВИ 1ФОР. стоял стоял исчез и такое тут тоже случается зачастую то есть просто она потеряла из отрисовки ну тут вот что-то такое пролетело даже интересно сразу что прилетела шереметь вот такие правда летают то есть он как бы утверждает что это dc3 у нас прилетел не знаю насколько это правдоподобно вот а вот кстати тут борт который стоял он опять теперь проявился тоже здесь присутствует ну в общем понаблюдать за работа какого-то аэропорта в общем суть именно допустим там шереметьево или еще какого бы то ни было тут вот правильно уходит по рулежке вполне себе можно единственная проблема этого трафика естественно он реальный и естественно если вы хотите с ним действительно полетать то у вас возникнут с этим проблемы суть проблем будет как минимум в том что вас в этом трафике понятно нет естественно программы не дают никоим образом себя сюда втихнуть не собственно говоря сама программа трафика вот так скажем со знакомительными вопросами с точки зрения наблюдать как все это работает интересно с точки зрения практического применения к жизни допустим полета поэтому следующий ожидают борт нужно решение на глиссаде вот сейчас никого нет просто удачный пост и вот тут тоже непонятно что он стоит ждет уточнились явлевые координаты ну в общем вот такой вот анонсик двух программах еще раз скажу что оригинал этого всего как это все поставить находит тут же есть ссылки и все это можно скачать и взял так вот на этом закончим ну вот этот только что получил clear to land но это я просто чуть-чуть еще подождал чтобы несколько все-таки по информативней был ролик вот собственно говоря у нас некий аэрофлот ну вот ветер ну вот второй отчитался что идет следом срос разрешение на пересечении полосы после посадки только это я так понимаю да ну еще кому-то и где этот еще кто-то вообще не очень понятно 737 сел и исчез такой тут тоже в общем то нередко случается не факт что он сейчас вот здесь где-нибудь не материализуется вновь то есть она просто потеряла его координаты вот он и материализовался получше вот кто занимает у нас вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, зато вот это вот присутствует... Ну, вот это вот разрешение... На продолжение захода... Мелочь прилетела... Должение следует... Разрешение на посадку Боингу... Ну, там из ниоткуда появляется... Ну, вот с взлетающими возникает вопрос... То есть их просто здесь не присутствует... Хотя должно по идее целую очередь ставить... Из бортов на взлет... Ну, у нас сейчас, если посмотреть и лайф 6 штук... То есть, которые движутся... И 54 запаркованы... Боингу припилил... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...